Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в ходе своего визита в Южную Пальмиру посетил Национальный университет «Одесская юридическая академия». Киевская делегация отметила современную инфраструктуру заведения, а также развитие высшего учебного заведения. ВУЗ постоянно использует современные технологии в образовании, чтобы двигаться в соответствии требованиям времени. Первый я был в Национальной университете Одесской юридической академии в 2005 году. ВУЗ уже тогда были знаки того, что этот университет живет, он развивается. База лише с каждым моим уведением этого прекрасного университета, база лише рухалась в соответствии с требованиями времени, в соответствии с профилюзацией этого университета. Это и специфические классы лабораторий, это и знака того, что много международных партнеров, которые долучены до освещения процесса, вкладывают деньги и формуют тематические лаборатории, тематические кабинеты. Вражает музей, вражает вообще спортивная база, вражает много чего. Вражает сам дух, освитний дух, какие освитний науковый дух, какие присутни в всем университете. Сергей Шкарлетт отметил, что репутация ВУЗа – это также и заслуга его основателя и президента – Одесской юридической академии Сергея Кивалова. Руководство университета использует инновационные подходы для обучения молодых людей, а также систематически обновляет материально-техническую базу для того, чтобы студенты получили качественное образование европейского уровня. Я вам хочу сказать только один пример. На сегодня, принадлежда, есть два университета, которых я знаю, имя ректора, основника при жизни, которых называют и ассоциируют этот университет. Одесскую юридическую академию, в народе, среди людей, называют ВУЗ Сергея Васильевича Кивалова. Это очень говорит само за себя. Поэтому личность, очень активная личность, с перспективными взглядами, которые создавал действительно образованный университет. А вокруг университета – большие социальные проекты, которые сегодня можно ставить приклад в целом по Украине. Визит в юрокадемию начался с посещения приемной комиссии, ведь вступительная кампания 2021 уже стартовала. Министр Сергей Шкарлетт лично пообщался с абитуриентами, которые уже подали свои документы в Национальный университет Одесская юридическая академия. Министр также отметил, что юрокадемия идет в ногу со временем, ведь в университете открываются новые факультеты и специальности, которые на данный момент востребованы на рынке труда. Министр Сергей Шкарлетт, диджитализация, диджитализация, киберпростер для всех специальностей очень актуален сегодня. Это наше будущее, это шести технологический уклад, поэтому этот развиток был природным, было бы удивлено, если бы его не было. И я полностью поддерживаю такие кроки, такие начинания. Одна из визитных карточек Национального университета Одесская юридическая академия – это музей редких изданий. Здесь хранятся экземпляры даже 18-19 века. Кроме того, научная библиотека вуза насчитывает около миллиона наименований и имеет доступ к базе библиотек в любой точке мира. Студенты университета также имеют доступ к редчайшим изданиям для написания своих курсовых и магистрских работ, а аспиранты и докторанты – для написания кандидатских и докторских диссертаций. Экскурсию по музею редкой книги провели и для почетных гостей. Это очень редкое издание, потому что было выпущено в 2008 году, всего лишь тысяча штук, больше не переиздавались это издание. Как сделано, вы представляете? Оно полностью идет, копия полнейшая, фоксимирное издание. Да, затертости идут. И полностью, там даже свечка упапнула. Впереди идет же подпись Мазепы. Она в свое время побывала в руках Мазепы, он передал ее в монастырь, на котором был. И вот там она тоже хранилась. Здесь у нас много интересных изданий. На базе высшего учебного заведения также функционирует уникальный музей оружия – пневматический и стрелковый тир, на базе которого проходят подготовку будущие правоохранители. В ходе визита министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, а также глава консультативного совета по вопросам развития общего среднего образования, народный депутат Украины Сергей Калибошин, посетили одно из общежитий Национального университета – Одесская юридическая академия. Здание находится на территории бывшей межрейсовой базы моряков, где на данный момент ведутся работы по благоустройству парковой зоны. Студенты и преподаватели вуза уже неоднократно выходили на масштабные субботники и высадку зеленых насаждений. Новому парку планируют дать название «Студенческий». Я помню это здание в 90-е годы, когда я был школьником, и здесь проходили сборы. Я был тогда в сборной Украины на Международную олимпиаду по физике. И мне есть с чем сравнивать, мне есть с чем сравнивать еще и потому, что я побывал в огромном количестве и общежитий, и кампусов, и университетов, и каких-то там техникумов, и закладов профессионально-техничного света. Поэтому такие же теплые слова, такие же, то есть превратить вот это здание в действительно современное удобное место для проживания, для общения молодых людей – это дорогого стоит. Комфортное общежитие, современный студенческий кампус, сильнейший профессорско-преподавательский состав – все это и есть составляющая формулы успеха одного из ведущих вузов страны, достоинство которого высоко оценило руководство Министерства образования и науки Украины.